Всем доброго дня, ребята. Четверг. У меня сегодня нет занятий. Решил поехать на рыбалку, потому что уже последние вздохи. Знаете, уже все холодно, но еще люди ловят рыбу. В этот раз я решил пойти на хищника, потому что сидеть ловить на пружину, либо же на котловку уже нет смысла, уже холодно, рыба не клюет. Ну и приехал я на свои любимые озера, эти озера уже не раз показывал, но единственное то, что в этих озерах слишком упала вода, поэтому только одного хищника можно ловить. Сейчас переверну камеру, покажу вам красоту. Беру я с собой такой вот чемоданчик, удочку маленькую и больше ничего. Я вообще не любитель ловить хищника, честно, вот это на силиконовую рыбку, но так как у меня их очень много, этих рыбок. Мне раньше была Люся дала с Италии. Очень много разных блесн, а блесны дорогие, стоят немало денег. Те люди, которые ловят хищника, не знают, сколько блесны стоят. Похерещи денег. Поэтому, ну, чего бы не воспользоваться, не отдохнуть на природе. Может, в воскресенье пойдем в грибы. Не знаю, дождей нету, но что-то такое крутит, мутит на дождь. Может быть, и будет дождик. Сейчас вам покажу, что случилось с озером. Вот это здесь была вода, чтобы вы понимали, видите, как все высохло. Подзоро вообще. Ой, гриб. Охренеть. Гляньте. Я говорю, грибов нету. Тюп. Смотрите, это грибок. Вроде на гриби не ходил. Обана. Гляньте. Он же такой, конечно, пропавший. Бачите, его уже поели. Это козарик. Можно его выкинуть. Охренеть. Грибок нашел. Так что, может, можно будет идти в грибы. Ну, я тут пару раз был, находил грибы. Я знаю, что люди сюда приходят, грибы собирают. Ну, пока не вижу дночки. Знаешь, что? Оно еще так плохо видно, потому что листья. Тут дырка есть, чтобы кидать. Но там еще одно озеро есть. Вот это, видите, там оно поглубже. А это такое мелкое озеро. Тут раньше мы всегда ловили. Тут вообще заросло травой все. О, гадючка, смотрите. Такая сидит. Видите? Это не гадюка, это уши обычные. Кстати, странно. Уже прохладно. Эти гадюки уже должны давным-давно, вон оно, видите, сидеть. Ну, уже должны прятаться. И так. Я их не боюсь спать. Мне такое. Мы вообще к ним равнодушны. Я знаю, что если ты не трогаешь, то и они тебя трогать не будут. Конечно, бывает так. Идешь здесь, особенно когда жаркое солнышко, то не могут здесь на тропинке быть. Ну, люди, свиньи уже кинули якийсь мусор. То второе озеро. Короче, я иду сейчас на это. С правой стороны озера сделаю удочку. Ну, побросаю часик и поеду домой. Потому что не то смысла уже долго сидеть. Уже быстро темнеет. Я один. С природы. Ребята, рыбалку я очень люблю. Моя удочка маленькая. Кстати, эту удочку я покупал еще в прошлом году. Маленькая, обычная. Хорошая, кстати, здесь катушка стоит. Она очень удобная, легкая. Помню, что тут по весу. Она флагманская. Флагмановская, так правильно сказать. Я был на рыбалке. Трошка тут напутал. Потому что вчера часик бросал. Никого нету. Вода уже светлая. Потому что еще где-то недельки-две назад тут же еще на другой стороне этого озера течет Самара. И она была такая вся зеленая. Потому что эти водоросли цветут. Присутствуют цианобактерии. И эти цианобактерии делают так, чтобы цветет озеро. Сейчас я удочку быстренько сделаю. И покажу вам, как здесь упала вода. Ну, есть в этом и свой плюс. Знаете почему? Потому что когда упала водой, видно растение. А щука она такая, что она любит как раз вот этих растениях сидеть. То есть она выискивается в этом малька. И есть его. В принципе все. Это очень просто. Я сложил. У меня здесь шнур. Сейчас покажу вам свой чемоданчик. Вы оферейте сколько у меня всего чемодана. Сейчас покажу. Это вот мой мини чемодан. Мини. Мини я бы его не назвал. Потому что тут у меня очень много всего. Так. Ну. Принцип ловли такой. Что это все у меня искусственное. Чтобы вы понимали, это искусственные приманки. Вот такие вот видите рыбки. Силиконовые блесны у меня есть. Потом есть вот такие вот воблера. Это вот такой видите в виде жабы. Вот такие у меня есть. Это крючочки. Ну в общем много всего у меня есть. Сегодня буду здесь ловить пробовать на вот такую вот рыбку. Буду пробовать на вот такую вот жабку маленькую. Которая будет поверху плавать. Будет имитировать жабу. Потому что воды мало. Потом мне понадобится вот такой вот стальной поводочек. Вот у меня он всегда есть. На этот поводочек цепляется вот эта рыбка. Ну и другая сторона за леску. Сейчас вам покажу. Сделаю. Смонтирую. Покажу. Все очень просто. Смотрите. Выбрал я видите вот такую вот рыбку. Сейчас попробую ее сокусировать. Такая вот видите маленькая рыбка. Стальной поводочек. И прикол в том, что ты эту рыбку запускаешь в воду. И имитируешь как живую рыбку. И щука либо же окунь на эту рыбку прыгает. Сейчас буду вот эту сторону пробовать. Вот. А потом туда дальше пойду. Вы видите как вода упала. Раньше я ловил. Здесь вот так вот была вода. Я сидел туда бросал лещей. Здесь ловил в этом году. А сейчас все упало. И где-то там вот в траве должна быть щука. В общем побросал я еще. Моя удочка. Моя коробка. Нету. Один ударчик был. И то маленькая щука была. Она сорвалась. Попробовал на первом озере. На втором. Ноль. Увидел мужика. Он там сидел. Пару лящиков поймал. Так что наверное сегодня надо было ехать не на щуку на хищника. Надо было скорее всего поехать на лящика. Ну и что. Может еще будет хорошая погода. Съезжу. Если нет. То так и будет. Ничего страшного нету. Сейчас гадюку вам покажу. Я еще одну нашел. Ну это не гадюка. Это наверное уш всего. Лишь навсего. Вот видите. Красавчик. Сидеть. Ну мне тут придется тронуть. Потому что. Мне ж дорогу переходить надо. Не это. Не это не уш. Это гадюка. Ну тикай. Ух. Скрутився. Видите как сразу. Витух. Защитно. Ну тикай давай. Мне надо переходить дорогу. Альо. Гараж. Давай. Не хочется его так трогать. Бо он же будет нападать. А он не хочет тикать. Скрутився. Видите. Судив отдыхал. Коленька его потревожил. Ну тикай. Видите. Они все. Гадюки. Если вот так вот их трогаешь. Они начинают. Видите. Скручиваться. Это у них такая защитная реакция. Ну я сейчас попробую. Хоть бы не нападал. О. Шипит. Видите. Тикай давай давай. Я ж специально чтоб ты убег к щи. Все. Сейчас полизу. И уже такой звук. Чуєте. Такий. county Рошмане и убежал. Ну это гадюка. Это не уш. Ну все. Ха себе спокойно полиза. Я дальше идем. Вот так. Так что кто там боится ребята. Я вам так скажу. Не трогайте. никто на вас не нападет бачьте вот так вот уже либо же гадюку лучше подождите обойдите либо возьмите палочку так как я аккуратненько лин полизы все и никто на вас не нападет сыну и кэс но это уже вторая я сегодня видел видите уже уже они по идее должны прятаться они еще не запрятались тут еще таки местечко хороших я сейчас туда еще пойду два раза брошу и все что-то сегодня вообще ноль полнейший ну зато красота гляньте какие листья красивые уже такие желтые красные утки он бачите сейчас вам приближу покажу там селезень один два три селезня четыре даже и одна уточка это выводок может этого года сейчас я тут два раза кину и пойду к машине все короче жаль на лаве все я иду домой озеро ничего не поймал троха конечно под расстроился потому что очень хотел хотя бы маленькую щучку поймать но не получилось у меня ничего чем будет еще время пойду поймаю мажелящика еще поймаю перед тем как закрывать сезон вы видите что-то сегодня мне не повезло ничего я не расстраиваюсь погулял прошелся отдохнул на свежем воздухе завтра куча занятий сейчас еще покажу часть от этого озера иду к машине вот тут видите я еще хотел забросить но уже передумав думаю буду идти уже домой гадюк там одну бачу гадюку уже я вам даже скажу есть такие коронные места где я знаю где гадюки сидят то есть даже до такой степени я дошел что я здесь знаю на каждом месте где сидит гадючка но ничего вот там она в палках любая сидит тут тоже хорошее очень место тут глубокое озеро хорошее но к сожалению люди не будем выражаться электро удочками поубивали рыбы и сетями чем браконьеров очень много но водичка видите чистая прозрачная хорошая я здесь очень любил ловить но больше всего я любил то озеро не знаю семья наверное приду на днях когда будет время еще последний раз половлю на поплавок на то озеро может мне удастся еще лящика поймать потому что дедушка там ловит леща я вам всем желаю хорошего дня хорошего настроения смотрите погодка портится такая да чуть под расстроился честно но ничего мирного неба вам всем над головой иду я короче до мамы не судьба мне сегодня была хотелось хотелось но не получилось ладно ребята всем пока